Бенништ — это городостроительный симулятор. Для некоторых одна эта фраза уже повод купить игру, потому как нынче сей жанр не сильно в моде, но определенное количество фанатов все-таки есть. Стронхолл до четвертой части вряд ли доберется, сеттлерсы ушли во фри-ту-плей, и только корпорация зла Electronic Arts держит почти что монополию на игры данного жанра. Единственные конкуренты в лице Ubisoft и игры в серии Anno. Хотя есть, конечно, Cities in Motion, аж две части, которые обе за гранью добра и зла. В общем, выбор есть. И ты спросишь, зачем же играть в такую же игру только во времена полувековой давности? Да вот потому что не современности надо. И лично я думаю, если такую игру может сделать один человек, то представьте, что будет, если он соберет студию. Глядишь, и этот жанр начнет хоть понемногу доразвиваться. А то с 90-х годов ничего интереснее, как стихийные бедствия придумать не мог. Завязка проста. Есть группа людей в дикой местности. Вокруг леса, поля, камни и вада. Встает вопрос выживания, для которого, собственно, нужна еда, крыша над головой и прочие радости комфорта. Игра все-таки про средневековье, так что налаживать трубопровод и проводить электричество не нужно. Все намного проще. Но не без тонкостей. Народец деревни может охотиться, сеять и собирать урожай, рыбачить, обучаться кузнечному делу, преподавать или врачевать. Собственно, добываете ресурсы, на них строите всякое, налаживаете инфраструктуру, создаете, ну или хотя бы как я, пытаетесь создать приличные для жизни условия. Ну это чтобы численность деревни росла, а с ней и рабочие руки. Построек не сильно много, но все, так сказать, стандартное. Вроде лесопилки, кладбище, сити-холла и прочих нужных вещей. Уж закаленным игрокам в серию игр с Сим-Сити будет скучновато. Как ни странно, у игры даже есть своя атмосфера, спокойная музыка, игра расслабляет, не клонит в сон, а именно расслабляет. Ловишь себе на мысли, что в игре и правда не нужны все навороты Сим-Сити. Что без них, даже лучше. А потом долго смотришь на деревню, окутанную туманом и моросящий дождик. Эх вы, жизни не нюхали, а я цельное лето. Цельное лето, утром покос, вечером надоет, то корова поросится, то куры понеслись, а тут вишня взошла. Свекла заколосилась, пашешь как трактор. А ежели дождь во время усушки? Именно, некогда расслабляться, нужно сеять, что-то собирать. Говорят, окунь на нерест пошел. Срочно подрежай рыбаков. Что там еще? Как дерева на новые избы не хватает? Передай кузнецу, чтобы поднажал. Нужно больше топоров. Собери людей, все должны работать во благо деревни. И вот через полчаса бешеной работы снова лицезрение речки, лесов, мирно плывущие рыбацкие лодки. И хорошо, аж нам матом ругаться не хочется. Да, многие скажут, что я идеализирую. Да, так оно и есть. Вряд ли я буду долго играть в Banished, потому как почти все о ней я узнал уже сейчас, за несколько часов игры. Она меня уже ничем не удивит. Да, красоты, которые я описываю, они по большей мере дорисовываются в воображении. Графика в игре не фонтан и даже не огонь. Но лично меня поразила такого уровня картинка в игре весом меньше 300 метров. Вы вдумайтесь только. Да, игра не переведена на русский, а текста там порядком. Да и чтобы разобраться, все-таки легче на русском языке. Да, как и в любой другой такой игре, занятные только первые несколько часов. Потом все скатывается в рутину. Многое не успеваешь, может даже злишься. Но такая игра не для всех. Нужно это понимать. И то, что это инди-разработка, тоже надо знать. Игра хорошая, просто хорошая. Навевает ностальгию, воспоминания. А для такого и 400 рублей не жалко. Не такое, конечно, говно, как Cities in Motion. Ну и до последней части SimCity тоже не дотягивает, причем очень, очень много. Хотя разработчики, точнее разработчик, к этому и не стремился. Ярче всего игру описывает фраза «Бюджетный вариант SimCity в бюджетных же декорациях стронхолда». Простому игроку вряд ли будет интересно. Фанат жанра тоже может разочароваться. На этом все. Берегите своих жителей, а не как я. Субтитры сделал DimaTorzok